Мне кажется, можно Саше дать слово, потому что это человек, который я... Сейчас я только два спроска, он сейчас сам об этом скажет, потому что мы когда с ним познакомились, он меня тогда поразил этим, поразил тем, что был 20-градусный мороз или 25. У меня даже фотографии есть, когда вместе с Ольгом Николаевичем Камайном, сыном его первого героя Советского Союза, мы на улице с ним стоим, он в одной рубашке, и мы стоим, 20 градусов мороза было, и потом он зимой ходил босиком по Москве, ему запретили ходить в метро, сказали, вы знаете, говорит, это... Ну вот, Саженька, расскажи об этом, ты же это прошел, интересно, да, в одной рубашке ходил, зимой, и никто мне не запрещал. Зимой никто не запрещал. А что я, я не пьяный, никого не царапаю, не кусаю, поэтому полиция, тогда милиция была нормально к этому относилась. Очень хорошо сказал герой Советского Союза покрышки. Он же физически сильно развит был, а если бы я не был развит, я не выдержал бы столько выки в боёв, я бы не сбил бы столько вражеских самолётов, если бы я был хилят. А ещё один известный человек говорил, каждый день не уклоняйтесь от фигурятки, никаких уступок в себе, каждое упражнение проделывается по 10 раз, это очень важно. Это сказал Ульянов Ленин, вот и всё. От Ленина надо хорошее брать. Если бы он был слабый был, он бы не сделал бы ничего. У нас интересная вообще беседа, вообще очень интересная. Я даже читал Женевское озеро, Снег, Град, и он там козер, а Крупской поташли, мужик-то потонет. Она говорит, этого ничего не будет, он закалён. Вот и всё. А если в хилях мать, скажу, я, 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 я это, нет, я дедовку Ленина уважаю, но этого я не могу. Много хорошего говорить. И всё, но много. Да. Мы хотели развернутый всё-таки, так, тема затронутая, а ты специалист по, как сказать, имя эзотерическим. Да, по эзотерическим. По эзотерике. По эзотерике, да, по эзотерике. Взгляд внутрь себя, эзотерика, да. Да, взгляд внутрь в себя, правильно. Ну, самая ценная природа даёт бесплатно, травы бесплатно, воздух, пранаяма, дыхательная практика, вода бесплатная. Она такая щедрая, так, возьми меня, вот я, смотри, я красивый, вот гриб, посмотри, я какой красивый, вот что тебе надо. Травка, это тебе от желудка, так, это от головы, это для того, так, всё есть, так, возьми эту травку, всё, так, вот. Это у меня традиция, в 12 часов я отбиваю склянки, но сегодня... Да, так мы бы могли бы, мы можем остановить, просто? Нет, всё, прошло, прошло, просто я... Нет, потому что, мне кажется, мы уже больше часа, наверное, но мы хоть можем ещё сколько угодно погаснуть. Нет, 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 даже в Краснодарском крае у меня, друзья, а кто на природе живёт, вот у человека заболевание сердца, и на огороде появляется пустыня. То есть, вот какая-то взаимосвязь, но это надо, так сказать, проверять, это вот. Да, ну всё, мы же не оспариваем присутствие Бога и Ангела Хранителя. Слушай, он же тоже за нами наблюдает. Мы же тут единое целое. Да, и тоже нам помогает, так, вот, действительно, так вот. Заболело сердце, пустыненький вырос, так, вот, чем могу, тем помогу, так вот. А если мы будем неправильно себя вести, Земля-то, она живая, она встряхнётся, и всё. И Земля-то... Да, и Земля-то единый организм взаимосвязанный, это пищевые цепочки, где, в принципе, вот, ну, всё вот так вот. И мы, когда уходим так вот, в землю так вот, тоже продолжаем эту пищевую цепочку, разлагаемся, и рождается новая жизнь, так, на наших костях. Но сфера Вернадского, это ещё давно было, ещё до войны, Вернадский писал, что весь эта Земля – это единый организм, который взаимосвязан, и взаимосвязан, и всё равно, да, Вернадский. О, полтора года назад я в одном культурном центре был, и учёные читают лекции, ну, пора на Маркса летать, и на поцервать. А землю не испугали. Засрали, и всё, и... Да, а как они зерно там было выращивать, соотношение кислорода-азота не погибло. Ну, там дело-то другое, там дело... Ну, это учёные-мужи. Учёные-мужи, нам дело в деньгах, так вот. Одно дело, одно дело, так вот, расчистить водоём, так, один, так. И второе дело, на эти же деньги, так, вот, построить ракету, улететь куда-то там, и всё. Это дело в деньгах, вот, супер. Кто заработает, так, вот, на расчистке водоёма, так вот, или... Да. Привет, путешественники! Удачи вам! Вон они плавают, да, полугольные. Вон сколько много. Поплыли они. Сядь, мои, кстати, снимают, наверное, там, камера-то, я не знаю, видит она, не видит. Нет, это другие учёные могут... Молодцы, ребята! Что среднеазиатские реки надо в Каспии повернуть. Ну, надо... А, ещё, то есть и методом ядерных взрывов. Поворачивать-то хотели. Так вот, атомными взрывами, так, канал сделаем, и повернём туда... Да, да, да. Ну, это надо идти специалистов по всем отраслям знаний, чтобы просчитать. Зачем, так? Зачем? Никита Сергеевич, так, кулаком по столу, так? Да, да, да. Академик Лысенко, кстати, оказывается, у академика Лысенко, народного академика, было пять орденов Ленина. Вот так. Больше ни у кого не было пять орденов Ленина. Это было Лысенко? Да. А, Лысенко, академик. Да, оказывается, вот этот большевик Сосновского, так вот, он с Кавказа завезён, так был, потому что он быстро растёт, а тут он, оказывается, ядовит. Там не ядовитый, а тут ядовитый оказался, так? Вот его пересадили. Ну, вот. Мы сейчас с вами, у нас как-то очень интересная тема новая возникает, я хочу сказать. Очень интересная по поводу академика Лысенко, я хочу сказать. Да, да, вот академик Вавилов, который вот, генетик. И основной, конечно, был народный академик Лысенко, был. Ну-ка, наверное, он и сделал много доброго, я так понимаю. Ну, вот вы, знаете, вот тут... Несомненно, ассекционные работы, так вот... Ну, помнишь, белая, извини, белая одежда. Да, белая одежда, Дудинцева, 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 совершенно верно, да. Ведь академик Лысенко как, он примерно говорил, вот если взять амбар, закрытый амбар полностью, с зерном, полностью вот его изолил, это эксперимент. Там заведутся мыши. Вот народный академик Лысенко. Пострадал за генетику, я почему говорю, вот мы подходим еще к генетике, тоже важно. Пострадал, конечно, Вавилов, который неизвестно где... Мы с Ажей темой это обсуждали уже. Просто нам интересно было генетику. Я почему об этом говорю, в развитии, знаешь ты об этом или нет. Очень уважаемый человек, это Петр Горяев, который... Похоже, его убили, похоже, его убили. Недавно, который работал, значит... Ему, кстати, Горяев подарил эту книжку. Вон у него лежит эта книжка, мы с ним обсуждали, да. Это синтез или как? Волновой геном. Волновой геном, совершенно верно, да. Очень интересная тема для обсуждения, но я... Ее надо, хотя бы его надо было послушать для того, чтобы иметь там мнение. Я только одно скажу про него. Умнейший человек. Умнейший просто. Значит, он развил генетику до уровня... Он называет это волновой генетикой. Такая волновая генетика в двух словах, хочу сказать, что... Если Вавилов просто генетику открыл, что у нас гены, это уже все знают, вот эта спираль, это, ну, все читают, начитаны и знают, то волновая генетика, его основная мысль говорит о том, что гены, они не остаются постоянно, вот они в человеке, а гены тоже меняются. В зависимости от того, что они влияют на речь человека. То есть речь, когда речь человека, сквернословие и так далее, все влияет на человека. То есть это более тонкие вещи. Но самое обидное то, что если в Египедии набрать, например, Академия Кагиря, кстати, он работал в Канаде, в Америке, это ученый, это не просто самый там какой-то народный целитель, это ученый, который занимался экспериментами. Он такие проводил исследования, например, помещали, мышей помещали в закрытые абсолютно от космического излучения, ну, свинцовые такие, ну, закрытые, полностью удаленные, и они вырождались. Говорят о том, что все живое взаимосвязано с космосом. Ну, это надо доказывать, я имею ввиду. Это не доказуемо, а так. Нет, ну почему, они же эксперименты проводили эти. Естественно. Проводили эксперименты. Слушай, мы действительно часть Земли. Часть Земли, да. Один органист. Так вот, про него пишут, что это шарлатан написан в Египедии. Шарлатан сейчас. А будет время, потом будут вспоминать. Видите, я вынужден, хотел его вспомнить. Мы опять перескакиваем с темы. Слушай, человек, совершивший открытие, так вот, садится на это открытие, так, и становится пауком, так вот. И, грубо говоря, это его открытие, он с этого имеет звание, должность и все остальное. И поэтому, если кто-то вылезает там сбоку, так, со своей, он ему просто мешает. Он претендует, грубо говоря, на его блокопроводку. А, ну, нет, я сейчас понял, о чем ты говорил. Да, человек, достигший определенной бугра, начиная с этого бугра, так, всех остальных сталкиваешься. Я почему так не слушался, потому что сначала я не понял. Да, нет. Так оно есть. Конечно. Изначально, пока он шел на этот бугор, он был... Это мы не про Галяву говорим, мы говорим про всех остальных. Да. А когда он дошел... Да. Он им мешает. Он им мешает один. Он им мешает. Да, извините, ради Бога. Да. Ну, вот. Затронули генетику. Генетику. У нас в кинофотоинституте работал один выпускник, этот, ГИКа, Юрий Петрович Пахетович Пахетович. Ну, и этот... Это инженер среднего уровня. Потом Никфе развалился, он пошел на студию популярных, научно-популярных фильмов. Ее практически нет. У него громадные комнаты, он создал музеи. Он мне целую лекцию прочитал, какие там исследования проводились. И в том числе там работала такая Елена Саркисовна Саачян. Она окончила биофак «Анголов», а потом в ГИК режиссерской по научно-популярным фильмам. И она об этих репрессированных генетиках снимала фильмы. И я в Теврязевском музее слушал только и видел ее один фильм о генетике Рапопорте. Его жена, профессор, строила, была и так далее. Так вот, Юрий Петрович рассказывал, что она снимала эти фильмы, а директриса ее обманула, денег не заплатила. И Елена Саркисовна в горе скончалась. А родословная у Пахетонова его прапрадед брал хлебно. И по отцовской линии все родственники военные в высоких чинах были. А мать цыганка. Даже такое было. А я говорю, как уцелел тут в годы советской власти, если царские офицеры там, полковники всякие, генералы были. Ну вот, уцелел. И пока не поздно надо сходить просто. Я просто прослушал лекцию, а надо это все записать, чтобы молодежь приходила туда. Ну, Юрий Петрович задумался. Сейчас, сейчас. Ребята, молодежь. Молодежь. Вот мы с вами говорим, мы думаем о них. О целой индустрии. Прежде всего производство, промышленность. Все это. Самое интересное. Вот прошлое и позапрошлое министр образования много. Так вот сейчас там. Гамединского примерно? Нет, это не дело. Он высказал мысль такую, от которой я так вот подумал, что это хорошее образование. Задача школы вырастить грамотного потребителя. И когда я услышал так вот от министра образования. Ужас. Задача школы вырастить так. Ужас. Ужас. Грамотного потребителя. Ужас. Вот. Ужас. А о чем, если грубо говоря, весь мир ополчен прежде всего на молодежь. Так вот. Подменить понятия. Подменить идеалы. Решить любых идеалов. Подменить понятия. Так вот. И просто из него сделать, ну... Ну... Робота. Не робота. Так вот. Ну... Послушную скотину. Белоробота. Потребитель. Белоробота. Белоробота. Потребитель. У которого не будет ни духовных. Да. Не все. Так. Все работает. Посмотрите. Кинофильмы. Так. Вот. Музыка. Оно... Музыку я не трогаю. Потому что... Музыка. Это... Понятие ритма. Это другое. Ну... Все. Вот. Во что ты не возьмись. Так. Вот. Вот. В Вас. Все работает в... Свят... В большой связке. Так. Ну... Все работает так, на то, чтобы просто ну... Грубо. Ну... Нашу молодежь свести. Да таков. Нет. Молодежи нужно. Так. Поэтому для... Грубо говоря. Особо талантливых. Так. Вот. Сириус и все остальное делают закрытые батыры. Такие. Такие. Для особо молод... Но это штучные единицы, остальные быдло пусть остается быдло. А штучные надо бить, таланты надо бить. А куда же без таланта? Тогда возникает вопрос к вам обоим. Вопрос. И я потом тоже скажу. Так вот, Юрочка. Ну да, боже мой, я еще с Сашей. Юрочка, тогда вопрос возникает такой. А что ты считаешь, какая основная задача школы в отличие? Конечно, он сказал, мне кажется, что в ужасе. Это министр образования. Какая основная задача школы, как ты думаешь? Нет, ну правильно. Первое, значит, дать объем знаний. Второе, развить мышление так, чтобы ты этим объемом знаний мог пользоваться. Оперировать этим объемом знаний. Не то, чтобы они лежали у тебя, грубо говоря, так вот. Вот. Моральное и духовное воспитание. Прежде всего. Вспомните Пушкинский лицей. Там же люди, так вот, выходили оттуда глубоко образованными, так, глубоко культурными. В принципе, грубо говоря, развить мозг, да. Развить мозг, я согласен. Так школа, натренировать, так вот, чтобы ты знал хотя бы таблицу умножения, хорошо. А остальное, это... Вы извините, даже, может быть, это не к месту будет сказано, так вот, ну... Гитлер, ну, когда начинал побеждать, так вот, с победами своей армии, так, я благодарен сержанта, школьным учителям. То есть, грубо говоря, вот, когда ты берешь этого расстава, ты можешь из него вырастить. Идет Леонид Югин-то так вот, и, грубо говоря, так вот, Олега Кашевого или кого-нибудь, так вот. Это все, это пластилин, это пластилин, лепи из него что хочешь. И задача, вернее, возможность учителя сделать, ты можешь, грубо говоря, слепить, как тебе требует Министерство образования пользователя, а может, раскрыть его духовный, а может, показать парень, да не нужна тебе там математика, поставляй тебе тройку, так вот, да бог не... Математика в твоей жизни не надо, я тебе укажу, потому что у тебя творческие способности к этому. Задача, это учитель первый стоит и, грубо говоря, проводит все лекции, отбор, так вот. То есть вот этот человек, ну, не нужна ему физика, ну, он лирит, так. То есть просто показать, да не долбитый, ты, Кирилл, набрался лучше все свои усилия, направь туда, куда тебя чужели. Это учитель, это святой человек. Он может этот комок глины рассмотреть вот тот росток и дать ему ту почву, где действительно рассветет тот, что из человека. А у нас же большинство людей учатся, бог знает как, пусть выбирают все профессии совершенно случайно, пусть их всю жизнь мучаются пока, потому что занимаются не своим делом. Не к тому, пусть в нужный момент учителя подтолкнуть, парень, вот твоя дорога, вот эта твоя дорога. Ну, выяснили, что самое хорошее в сердце. Ну, я так, тогда пару слов скажу по этому поводу. Когда ты начал это говорить самое, просто ты, я говорю о своей, о своем мироощущении просто и так далее. В математике есть понятие, как называть целевая функция вообще. Это очень важное понятие, потому что целевая функция, она основная цель. Мы говорим сейчас о цели, цели школы, что она должна давать. Это, я абсолютно согласен, когда ты вторую часть стал говорить, я просто говорю более кратко и все. То же самое, что ты сказал, я говорю так обычно, выявить способности человека, чтобы он работал, чтобы выявить его способность, что ему нравится, чтобы он и работал, и жил в своих способностях. Нравится рисованию, человек должен этим заниматься. У него техническое, он в другом направлении должен заниматься. Он хочет писать стихи, например, это художественное направление, выявить способности и в этом направлении. И не обязательно даже, чтобы это был большой объем знаний. Часто очень знания... Конечно, хорошо, вот у нас школа вся высшая, она, в отличие, вы знаете, от любой европейской, американской школы, она имеет универсальный характер, потому что у них более специализированно. Ну, если кто-то занимается, он очень узкий. Я считаю, что это наше достоинство, школы высшие вообще-то в России было. Потому что на самом деле надо много знаний давать, но все-таки выявить знания, чтобы направить человека, чтобы он ушел. Вот я, Саша, был удивлен, я спрашиваю, Саша, а ты пошел киноинженер, тебе же нравилось, когда киноинженер пошел, ему снимать нравилось? А получилось так в жизни, я снимаю, вот я не киноинженер, а он нет. Ну, я многое. Ну, извините, я вот несколько слов своих просто сказал. Это на самом деле полностью согласен, когда ты закончил. Вначале вот у меня было, но вот уже четко было сформулировано. Мы идем разными путями к одной цели. Вот, вот, а чем я с этого начал? Вот, чтобы разными путями идем к одной цели, да, Сашенька. Заводчик закончился с киноинженера, мне нужен только 1%. 99% знаний не нужно оператору комбинированных схемок. Потом, вот вчера говорили там дифференциальные уравнения, интегральные учисления. Это мы с тобой говорили, да. На следующий год у нас будут детали механизма киноаппаратуры. Там только 2-3 формы приводятся, остальное... Слушай, я таких и слов не знаю. Я перебил вас, так, извините, ребят, личное, так. Ко мне приехал, ну, как я понял, преподаватель Петербургского университета, так вот. Он каждое лето уходит в плавание на байдарке и колесник... Я понял, кончерга там, так далее. Ну, по несколько, все. И он в это время думает, так вот. А вот у творческих людей, ну, это все. И вот он приходит ко мне, так вот, ему надо выпишнуть, так вот. И он начинает какие-то формы, ну, какие-то все, так вот. Ну, вот, я говорю, извините, мы со всеми на «ты». Ну, нормально, естественно. Да, да, конечно. Я говорю, извини, я тебя не понимаю. Меня смотрят, мудрый человек, ну, как студент, мудрый человек. Ну, может, в высшее образование. Странно, что он это говорит вообще. Я бы тебе никогда это... Нет, нет, ну, он так, понимаешь, я говорю, не понимаю. Ваше высшее образование. Странно, странно, странно. Это такие профессора пошли, кстати. Нет, я говорю, у меня физкультурное образование. Ай, ну, человеку поделиться, вот, выпрестав, так что я таких слов не знаю. Ну, интеллект, я бы никогда так говорил. Это Саш Каз противоположный говорил, да. Это где-нибудь в армии во Царской два-три года послужит и в отставку. И едет в деревню, и крестьян эксплуатирует, морду им бьет. Ну, он дворянин. И здесь тоже самое пичкают ненужными знаниями. Сейчас я расскажу одну японскую притчу про образование. Испытание рапира бандзё. У известного фехтовальщика сын был Матайюра Яглы, ленивый. Он отказался от своего сына. И сын поехал на гору Футару. Там знаменитый фехтовальщик Бандзё. Ну, хочу стать хорошим фехтовальщиком. Да ты же ничего не умеешь. Ну, он говорит, ну, я всю жизнь хотел стать фехтовальщиком. Можно я твоим предатам слугой буду. Ладно, говорит, а сколько я буду учиться? Ну, это остаток всей жизни. Ой, нет, он сказал 30 лет. Но он говорит, у меня отец старый. Я должен иногда приезжать к нему, помогать ему. И ты, учитель, говорит, что 10 лет, то 30 лет. А учитель говорит, если кто-то хочет чего-то быстро достичь, как правило, ничего не получается. И ученик понял, что его упрекнули в невоздержанности. Ладно, хочу быть твоим преданным слугой. Учитель говорит, все, живи, учись у меня, но ни слова о фехтовании, не прикасайся к раппистии. Год, два, третий год. Ученик подметает, там у него этот стол, растелит и застилает в постель, обед готовит, моет посуду, с лопатой в огороде работает учителю. Так прошло три года. Он уже стал впадать в депрессию, искусству, которому он хотел научиться. Он так еще и не приступал. Однажды, когда он мыл посуду, учитель подкрался к нему с деревянной раппи, и со всех сил ударил на пустыню. Ночью нападал, все время нападал. Ученик все время находился в напряжении. И учитель, который никогда не смеялся, стал смеяться, и в конце концов, Матайору явно стал лучшим в пектакльском стране. Вот три года должно пройти. Другая притча. Из провинции приехала невзрачная девушка к одному вельможе. Ну, он говорит, давай мне это камни таскай с огорода. Она положит камни в корзину, песню поет. В другую там. Ее били в том числе палкой по голове. Ладно, дадим тебе другую работу, воду таскать. Ведро на голове тащит, и песню поет. Опять ее били. Наконец, вельможина додела. Он дал ей денег. В столицу написал князя, помоги ей. И она стала знаменитой певицей. Вот ее предназначение. Это не камни таскай, а петь. Я люблю притчи Вольтера, очень люблю. Ну, ладно, я об этом не вас. И в древнем Китае шла некровопролитная война между собой воевала, кстати. И очень много денег тратилось на оборону, на музыку тратилось больше. С помощью музыки можно управлять народом. Пифагор, он совсем недавно жил-то. Эпоха деградации 5 тысяч лет на планете, известен точно день. Пифагор одновременно в двух местах находился. Слушал гармонии небесных свет. Руками останавливал бюро. Спал на циновке. Мед, яблоки ел. И на 16-летней фиане женился. Мальчика-девочка был хороший брак. Еще в Древней Индии знаменитый ситоризм был. Однажды к нему приходит богиня. Идем за мной. Идут, идут, куда ты меня ведешь. К яме подводят, смотри. А там люди без рук, без ног ковыркаются. Он говорит, что это такое? Она говорит, это твоя музыка. И он стал совершенствоваться. Ребят, музыка... Управляет людьми. Музыка... Да, музыка это даже, грубо говоря, те вибрации, которые принимает организм. И эти вибрации... А если музыка еще по душе, ты находишь свою музыку, ты попадаешь в эти вибрации, даже вот чисто не акустически, так вот, а... Вот именно вибрации, она внутренне рождает. И внутреннюю гармонию. И она упорядочит хорошую музыку, упорядочит твою, грубо говоря, гармонию, которая к тебе есть. Ну, Саша, тут тебе слово. Ты у меня музыка. Нет, ну, я так тогда скажу. Вот пока мы здесь были, у меня здесь, значит, есть... Ну, меня приглашают очень много ВКонтакте. Очень много. Я не люблю ходить никуда, честно говоря. Ну, вот есть доктор Бау такой вот. Он умер. Значит, я был у него дома. Конечно, потрясающе интересно. Это человек, который хосписом, значит, с детьми. Он куклы тоже. Лечение с помощью кукол. Ну, и там собрались вот психотерапевты. Это когда меня потом пригласили, значит, в кафе, памяти Бау. Потому что его уже два или три года нет. Ну, никак ничего. Добрейший, лучший человек. В центре Питера он жил. У него там башенка единственная, которая в башенку залезла. Весь Питер перед глазами. У него дома ловятся такие доспехи, значит. У него, ну, просто музей дома. Музей дома. И вот по поводу музыки там такой, Элькин такой пожилой, он игалый. Он тоже лечит музыкой, на самом деле. Но у меня вот возникает такой вопрос сразу. Я не стал там, потому что, ну, люди хорошие. На самом деле, конечно, музыка лечит. О чем говорить-то? Но это нет никаких противоречий, то, что я говорю. Это нормально все. Но дело в том, что вот у меня одно ухо не слышит. А люди вообще есть, вообще не слышат, например. То есть без музыки тоже можно, люди живут. И без музыки живут. И какая-то музыка космическая, может быть, мы не знаем, какая у них музыка в голове-то, да. Да. Но я, я поздно говорю, да. А если люди не видят, то это кто-то говорит, вот это привод. Зарк, подожди, я перебью, я, это, не скатаюсь. По-моему, Биткоин был глухой. Да, да, да. У него че, сидите, давайте укладывайте. Совершенно верно. И пишал музыку. Да. Но ухота бывает, она бывает, она, вот я всегда слышал. Я внезапно вдруг, я, извините, мне вдруг говорят, что бабах, оказывается у меня ухо одно не слышит. Я поэтому сейчас, когда кто-то кричит, я не понимаю, то ли там, то ли там. То есть это одно ухо. И, кстати, один глаз не видит с детства у меня. Уже, ну, да, практически. Я всю жизнь в очках ходил вообще-то. Это сейчас без очков. Смотрите, хожу нормально, хожу нормально, без очков, все, с вами разговариваю. Одним глазом вижу даже поплавок. Вижу, когда поплавок, там плавает. Я к тому, что не все, на самом деле, так однозначно, потому что музыка, мы же не знаем у глухого, что у него в голове-то, что он, какие ощущения его. Конечно, все это существует. И, конечно, музыка влияет. И, конечно, она успокаивает. Но это все не столь... Мы не все можем понять. Кстати, следующее, вот по поводу зрения тогда, это тоже орган. У меня отец дальтоник, например, был. И мы когда ходили собирали грибы, он просто принесет кучу корзин, кучу грибов разных. Мы половину выбрасывали. Он цвет не разрешает, он не понимает гриб же, как уехал. А художница она. И вот мы идем, конечно, художник по-другому видит все. У него другой, у него другая цветопередача и все. То есть это не так просто. А кто-то вообще с детства у него слуха нет, например. Он ходит, у него вообще слуха нет. Поэтому правильно. Кому надо. Кто? Один понимает музыку, другой не понимает. Один ее может создать, другой не может. Есть исполнительское искусство. Все эти вопросы очень интересные. Извините, я много говорю. Ну, что, можно еще мог бы. Мне, на самом деле, конечно, приятно было самому поговорить очень многое. Потому что в тот раз, когда говорили, у меня много было. Но я над собой работал. Я работал над собой. Я себя так пытался дожать. Но сейчас вот решили, поговорили. Мне кажется, может быть, нам на этом пока достаточно. Мы еще раз соберемся с вами. Еще раз подумаем. Выплюснуто было много. Ну, интересно, мы поговорили, нам же уже не стало. Мы без повторов. У нас повторов еще было. Саш, мы не на камеру работаем. Да. Мы выключим, мы будем продолжать. Да, и можем продолжать, да. Ну, сейчас я выключу тогда. Сейчас уже будем продолжать. И мы продолжим.